Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Хочу рассказать вам еще одной новинке, которую в этом году томат выращивала я впервые. Это томат клуша. Получился он у меня точно такой же, как на картинке. Вот видите, вот моя клуша, вот клуша нарисованная. Ну, в смысле, на пачке. Сейчас я вам расскажу немного о этом сорте, что пишет производитель, потом скажу вам свое мнение о нем. Томат клуша. Среднеранний низкорослый сорт для открытого грунта. Куст штамбовый, устойчивый, высотой 50 см. Не требует посынкования, в рассаде не вытягивается. Плоды красные, округлые, массой до 150 г. Интересная особенность куста. Урожай спрятан под листьями в глубине куста. Плоды универсального назначения, вкусны как в свежем, так и в консервированном виде. И на 1 квадратный метр 5 растений можно высаживать. Вот я его нынче выращивала впервые. Он не поражает, конечно, своей крупноплодностью. Это вот такой томат. И для сравнения, чтобы вы поняли, какой он. Вот он почти точно такой же, как Демидов, только Демидов розовый, а этот красный. Я вот как определила ему такое назначение, что это близнец Демидова. Такой же невысокий куст 50 см. Такой же раскидистый, как бы не в высоту, а в ширину. Невысокий, детерминантный. Не надо ни посынковать, ни подвязывать. Можно без подвязки, без посынкования. Но я подвязывала все-таки. И указан вес до 150 грамм. Конечно, первые кисти, вот они, он грамм 150 будет. Но потом, так же, как у всех томатов, идет мельче-мельче. И вот на самые последние будут вот такие. Томат сам плот. Он такой хороший, плотный. На разломе, вот я разломила, если разломить, мякоть арбузная. Смотрите, какая арбузная, блестящая мякоть. Мяса много. В средине никаких включений, никаких уплотнений. У плодоножки вот небольшое, вот, желтенькое пятнышко, которое обычно мы вырезаем, если мы кушаем. Остальное все вот это томатное мясо. Очень плотный, очень такой хороший сорт. Не водянистый. Так. Видите, я его разломила. Он не истекает соком. Он хороший, такая плотная мякоть. И вообще мне этот сорт понравился. Именно я его ставлю в один ряд. Вот с теми, которые выращивал раньше. Видите, тут снежиночка испытано в Сибири. Это значит, он может выращиваться в холодных регионах. У меня вот в одном ряду стоят гемидов, потом вот этот таймыр, аляска, полюс, метелица. И я его поставила, вот этот томат клуша, в один, этот тот же самый ряд. То есть он выносливый, неприхотливый, хорошие плоды, неизмельченные. Если, например, у снежной сказки, у полюса, плоды поменьше, до 100 грамм, то эти идут уже, они приравнены, как у метелицы, примерно 150 грамм. Это уже вполне себе нормальный такой томат, хороший. Его можно употреблять и в свежем виде, можно и солить. И они вот мне нравятся, такие плотненькие, хорошие. Куст очень красивый, декоративный. Так что испытание вот эта клуша у меня прошла. Есть такой же сорт супер-клуша, но у меня нынче места не хватило для супер-клуши. Супер-клуша, я читала, что она такая же, такие же характеристики, только плоды розовые. Вот на будущий год попробую еще супер-клушу. Наверное, будет вообще похож на демидова. Но вот клуша выросла хорошая. Если кто-то хочет посадить клушу, я вам рекомендую. Никаких проблем с ней нет. Сильного кода она не требует. Подходит для начинающих, для занятых огородников. Все с ней хорошо. Ничем она у меня не заболела в течение сезона. Почти вся уже вызрела. Осталось немного собрать. Урожай отдает дружно. Она долго формировала, вот много вот этих плодов. Долго все это завязывалось. Потом как-то быстро раз и начала спеть очень дружно. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Сорт клуша. Очень хорошая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова